Ну как же ты красива, и где тебя носила? Бедная Николь, ест огрызки, остаточки, скажи, остаточки самые вкусные. Что ты кушаешь? Хлебушек, тостик поджаренный? Да! Вкусно тебе? Да! Ну хорошо! Николь, я уже ела синабоны с детьми, и тут остались такие творожные кусочки, ты тоже доедаешь. А мы с Валерой едим тоже, завтракаем, папа чай принес с лимончиком, а мёд добавил? Да! И нас тостики, фета с травками, с оливковым маслом, у Валеры немножко посерьезнее завтрак, у него каша, которую никто не ест, сделали эту, капусту с картошкой, вот, ну поели чуть-чуть, потом добавили гречку. Сильно кисло мне показалось, я решила добавить гречку, ну вкус с гречкой тоже вкусно, да? А, ну ладно! Вот, и дети поколыпались, поколыпались, папа доедает, короче. И тут у нас сейчас салатик вкусный, я тоже не хочу кашу, уже наелась её, просто позавтракаю. Там нас синабоны ещё ждут. Всё, смачного! Да, вкусно тебе, да? Ты пробовал тостик? Ага, пробовал. Оно. Хрустит? Хрустит. Перчик добавил? Обязательно. Ну, он уже, наверное, трошечки, он уже сухой, понимаешь? Ну, всё равно он ядрёный. А, пошло, пошло. Пошло, да? Хотя малюсенький-малюсенький добавил. Вот эти вот маленькие перчики. Да, будем сажать обязательно, да? Насушить. Что-то я не додумалась их насушить, когда много наплодоносила. Не надолго, там ещё что-то много. Ну, не сильно много. Ну, очень классно. Мы довольны, что посадили. Будем сажать. У меня ещё семена остались. Посадим обязательно. Хорошо, смачного. Вот такой красивый завтрак. А Николька, она... Ну, рассказывай, что ты делаешь. Ям-ям. Это такая игра у неё. Я думала, ты будешь кушать этот тостик. Ой, чудо-то чудо. Чудесное. А губки как сложила, видишь? Серьёзно так сложила губки, сосредоточилась. Так, красота. Мамина, папина. Она так есть хочет, но играет. Нет, она не голодная, может, наживалась. Пока дети в школе, родители что делают? Ну, просто смотри, вот Ирина бутерброд. Ирина себе сделала синнабон, помазала маслом и выложила персик. И Валера тут остатки масла вымакивает. Я с бабой Валей скажу, ой, мой сын. Сыночек, беречь надо. Сыну, сыну, ангел ми. Как, беречь сына надо, да? Мы Марка бережём. Ира, береги сына. Это у Марка, что ли? Нет, тебя? Нет, у меня сын один. А Валеры могут поменяться. А Валер ж подавился. Да. Подавился. Дети это навсегда. А мужья, вот после 45-ти у них вечно что-то стреляет, как это. Средина в бороду, без ребра. Это у кого гроши есть? У меня нет грошей. Я дома сижу. Ири, считай, повезло. Да бы, эх, развернись душа. Вот твоё богатство. Единственные тёлочки, девочки, на которых ты будешь тратить свои деньги. Внимание, да. Внимание, вот они, девчонки красивые. Папа тебе съедет. Ну, кто знает. Может, какая-то там эта богатая женщина скажет. Какой замечательный. Да, Валера, сколько таких было ситуаций. Смотришь, долго живут. Пара хорошая, идеально живут. Да, даже там мама рассказывала. Ну, ты наблюдал, что нормально. И там шашлыки, они такие дружные. И такая семейная пара. А в этом раз, я говорю, ты всё нашёл молодую. Как? Они же так жили, Каса. Такая шумная вообще компания. Там не столько друзей, такая любовь. Всё, нашёл. Как правило, это мужчины, которые трошки и гроши есть, да? Да нет. Нет, в том-то и дело. Уже, ну, за 50 с чем-то они раз. В чем, по-другому. И я тоже. Не, ну, если в селе, знаешь, там такой, может... А может и есть гроши. Да. Может, припрятал, я ж не знаю. Как это, когда мужик такой рукастый, кузейновытый, то его, может, и молодая увезти, без денег. А знаешь, сколько было случаев, что женились на девочек? Ну, это сейчас, конечно, другие девочки из села. Молодые на села хотят в город, понимаешь? Вот. И они женились на девушках молодых. Ну, там же есть, там же есть. Там же есть, да. Что такое? Мне главное, чтобы ты был счастлив, честно. Спасибо, Ира, спасибо. Если что, то ты это... Главное, чтобы ты был счастлив. Чтобы хорошие руки, да? Знаешь, когда... Да. Чтобы я не переживала. Да, чтобы продаешь, знаешь, когда там... Ну, что, или технику, или машину, когда продаешь, ну, чтобы в хорошие руки попало. Машина дальше. Да, я лично вот замуж не хочу, честно. Ну, это ты так говоришь. Если что-то... Не, не хочу, честно. Я хочу, если что-то, побужить для себя. Ты хочешь, как Люда, для себя пожитый, да? Я уже там побывала, так что... Ничего нам интересного нету. Если что-то, я не... На меня не рассчитываете. Вот, у меня есть. Да, Ликоль, ну что она делает? Она играется едой. Да, она наелась. Ну, вот такие вот дела. Слушай, посмотри, бутерброд. Сам себя не съест. Слушай, посмотри, какой красивый. Не, я чувствую, что я его тоже не съем. Хоть накуси. Сейчас буду с тобой делиться. Хоть покусывай. Да, Валерчик, такой вкусный чаёчек сделай. О, да, подогрей уже остыл, пока я тут болтала. Непонятно, о чём. Я сейчас слышусь, так и морозив. Ну, мне можно. Все можно. Тупить. После сорока уже можно тупить? Вы же некоторые после этого никогда не прекращали с детства тупить. Это как мой дедушка покойный говорил. Я раньше думал, что вот той старый, он уже жизнь прожил. И он богато знает. Но когда я начал стареть, взрослеть, то я понял, какой был дурный, таким ты и оставался дурным. Да, человек вот, он, нет такого, знаете, он такой, ходит такой, до 20 такой, а я такой глупый, в жизни не видел. И потом ему за 40, за 50, он такой, Эйнштейн такой, знаешь, ух, я какой умный. Нет, оно как я было, так и осталось. Есть молодые, мудрые, вообще, с ними так интересно общаться и чему-то научиться. Есть люди, которые тянутся к знаниям, знаешь, там, и... Да, как губка. А есть люди тянутся, там... Интересуются. Попугать, погулять, и, говорится... И таким и так... Да, так им 60-70 лет такие остаются. Примеры есть такие. Да, да, так что возраст... Ну, взрослый человек, ну, думаешь, тебя научит, там, знаешь, что ты такой, ну, иногда хочешь, чтобы тебя поучили. Иногда думаешь, что русские палки. Нет. Нет, не, 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 сам кого хочешь научить. Спасибо, мне не надо такой мудрости, да? Да. Не все старые, ну, старые, я грубо сказала, старые, да? Не все в возрасте, как говорится. В возрасте приобрели мудрость какую-то жизненную. Да. Да. Ценность жизни. Семейные ценности – это самое важное. Ну, да, человек как бы семейное существо. Важно, семья. Мне кажется, что человеку, который семейный, ему больше, ну, доверяешь. Может, как партнер под бизнесом. Он ответственный, во-первых. Ответственность, забота, там, мысли правильные. А человек, у которого 150 женщин, как-то я бы в бизнесе ему уже не доверила. Да, 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 просто как вы. Он уже ненадежный. Мы даже смотрим там, я же мать или как ее там, супермана у которого. У меня пятый муж. Да? Ну, наверное, не последний. Ну, женщина как женщина, я имею в виду про мужчин. Или, наоборот, уже это, да. Да, у меня там сколько жен уже было? Я не помню. Официально. А неофициально вообще не помню. А где сколько было жены? Один. А неофициальных? Не было у меня неофициальных. А дети старшие от кого? То не мои, то любимые. Она просто себе эта жизнь устраивает. Она нас финансирует. Она нам подкинула там двоих. А мы нянями работаем. А мы нянями работаем. Откуда деньги? Что, мы на детские пособия же, мы на нем не выжимаем. Это невозможно. В нашей стране. Мы должны нам бы Никольку не кладить на Панкерс. Николька покушать любит, да, Николь? Да. Да. Ням-ням. Чудо. Так, чай получает. Ой, столько мы болтаем опять. Да что ж это такое? Сегодня день болталки какой-то. Не работаем, сегодня болтаем. Работаем, работаем. По-любому надо что-то делать. По-домашнему. Семейная жизнь это работа. Что, будешь со мной бутербродик? Ну, если тебе не влез, то я помню. А дай ножик, я тебя отрежу, а то он некрасиво. Попробуешь, вкусно я буду кушать? Да, конечно вкусно. Ира для тебя вкусно. Не знаю, как Валерий отрезать пополам или так, вот и чё. Какой пополам, ты чё? Как всегда, Ира, дели как всегда. О, вот это Ира делит. Попробуй, вкусно я буду кушать. Губани тура. Ира знает, да? Знаешь, что в вкусе, вкусно тебе. И как делиться правильно. Я вообще знаю, у меня чуйка хорошая. И Валера я выбрала не просто так. Я знаю, что Валерию есть... Я больше вижу, чем обычный человек, что есть, Валерия. Люди видят внешнюю оболочку. Я вижу изнутри и даже больше. Я когда Валеру встретила, я даже его ауру увидела. Ну, не, ну знаешь, люди, когда вместе живут, они, конечно, друг друга узнают. Не, ну я говорю, что когда познакомились, то я даже твою ауру видела. Ты, знаешь, уже не говоря, как вот... Ты рядом, когда с соседом живёшь, да, да, и ты уже при нём, в принципе, всё знаешь, да? Это сюрприз. А то когда-то в месте, в одном доме, в одном хозяйстве, в одном семье, то, видишь, друг друга узнаёшь. Хорошо, смачно, но мы тут и болтали. Хватит бегать. Ты что, козочка? Она овен. Козочка Киев. Баран? Скажи Бе. У нас тут с Николькой пикник. Смотрим мультики, едим фруктики. Николька. А папа там что-то ремонтирует. Лерка, яйца не закипели? Ну, там скоро закипает. Угу, хорошо. Время обеда. Сейчас уже будут съезжаться детки. Мы без света. Хотела сегодня варить гороховый суп, но Валера забыл про копчёности. Поэтому делаем салат, большую миску с тунцом, тут яйцо. И запарила кускус. Кстати, у меня получается идеальный кускус. Кому нужен рецепт, заходите, там есть плейлист кулинарии или самое популярное видео, как приготовить кускус. Идеально получается. Ждём Валеру, ждём Олечку. Николечка мне помогает. Николь, что ты сегодня сделала? Расскажи. Я. Ты сходила на горшочек? Я. И пописала? Я. Молодец. Николька терпела. Я утром сняла ей памперс. Надела трусики. Вчера так же терпела-натерпела, пока я ей не одела памперс. И она в памперс расслабилась и пописала. Сегодня она терпела-терпела. Я вижу, что она терпит. Я говорю, ну пошли. Идём, сходим. Ну идём. Вчера она садилась на горшочек, никак не получалось расслабиться. А сегодня получилось. Мы её похвалили. И папа пообещал ей приз. Какой приз папа тебе принесёт? Конфетку? Да. Папа собрался и поехал Никольке за конфеткой. Ты сейчас растеряешь свои желтки. Да. Но я над ощущением, что она ещё сама не поняла, что произошло. Вот такие вот дела. Потихонечку, мы в процессе. Скажи, мы ещё пока маленькие. Мы в процессе. И нам не три года, как вы пишете. Всё, обед готов. У нас кускус сверху полила вот таким соусом. И много салата. Сегодня у нас, можно сказать, вкусненький день диетический. Дети тоже так кушают. Смучного, детки? У нас вечер. Слава Богу, есть свет. Мы тут решили с Николькой суп сварить на завтра. Чтоб уже был готов. Николька лупит салат ещё. Все дети поели. Сытный салат. Все наедаются. Его много получается. И никогда он не остаётся. Вот за вечер съедят сто процентов. А я хочу приготовить гороховый суп. Чтобы на завтра была еда уже готовая. Сварю сейчас. Всё, справилась. Суп готов. Ну как готов. Я всё закинула. Осталось только ему уже потихонечку вариться, вариться. Чтобы разварился горох. Навар получился из сосисок. Вот. Потом в конце добавлю зелень. Ещё попробую на специи. Так, можно сказать, что готов. Можно отдохнуть.